Организаторы разделили участников на две группы, до 50 лет и старше, и предложили стрельбу из пневматического пистолета и винтовки. В первом виде программы нужно было поэтапно поражать мишени на трех огневых рубежах из 15-ти зарядного пистолета Макарова. Девушки тоже решили испытать себя в практической стрельбе и остались довольны. Это не только мужское дело, уверены участницы. Женщинам часто приходится тоже защищать, особенно детей. Поэтому я думаю, что женщинам это тоже необходимо даже. Стрелковое мастерство в практической стрельбе оценивается по трем основным составляющим – точность, мощность и скорость. По сумме баллов и определяется победитель. Упражнения наши отличаются разнообразием. Здесь собраны самые простые упражнения именно для начинающих стрелков-любителей, те, которые в первый и второй раз стреляют в практическую стрельбу. Упражнения разнообразные, разное количество мишеней. В одном упражнении нужно было немножко подвигаться, переместиться с одной стрелковой позиции на другую. А на втором этаже тира собрались поклонники винтовок – Би-75. Та самая пневматика, с которой выступают биатлонисты на калашников биатлон-фесте. Для многих из тех, кто вышел к огневому рубежу, стрельба – дело хорошо знакомое, поэтому одним участием ограничиваться не собирались. Естественно, амбиции какие-то есть. Хотелось бы вспомнить, как я в биатлоне выбивал и занимал места. Хотелось бы подтвердить. В 2006 году были соревнования среди промышленных предприятий по стрельбе. Мы там стреляли с огнестрелы, с Би-7-2. Вот там я третье место занял. Стрельбы любительские, но для многих профессионалов, тех, кто имеет опыт, этот фестиваль тоже интересен, считают эксперты. Люди, которые лет 30-40 назад занимались этим делом, стрельбой, где-то, может, бетлоном занимались, или пылевой стрельбой занимались. И есть люди, я вот здесь сталкиваюсь, вот быстрая стрельба практическая. То есть люди, которые послужили где-то в органах, послужили в органах, занимались профессионально этим делом. Они с удовольствием сегодня сюда пришли и хотят отметиться, показать себе, что у них не все там пропало, не все заржавело. Среди мужчин в возрасте до 50 лет в стрельбе из винтовки первое место занял Талгат Галишов в стрельбе из пистолета Евгений Герасимов. А среди женщин в обоих видах программы отличилась Валерия Леонтьева.